друзья всем привет сегодня у меня для вас прекрасный и очень интересный оролаз есть хорошие новости хочу с вами этими новостями поделиться и так если все готовы давайте начнем запись последнего выступления the beatles также известного как концерт на крыше впервые издана целиком пластинка get back the rooftop performance появилась на стриминговых площадках концерт состоялся 30 января 1969 года в лондоне он не анонсировался и вызвал в городе ажиотаж и был прерван полицией в альбом вошли все записанные дубли в том числе три версии песни get back и 2 i've got a feeling 1 вариант i've got a feeling а также треки one after 909 и dig a pony последствия попали в альбом let it be кадры с концерта использовал режиссер питер джексон в фильме the beatles get back посвященном созданию последнего альбома ливерпульской четверки картина длится почти 8 часов интересно конечно посмотреть архивные кадры всегда все такие съемки становятся достоянием истории и вот спустя столько лет каждый кадр на вес золота поклонники группы beatles это все люди на земле и я думаю что фильм ждет большой успех и я надеюсь что димаш тоже делает такие записи потому что в они будут невероятно ценными такие записи будут ценнее любых денег потому что они дадут людям воспоминания теперь самое время поделиться новостями и от димаша сейчас бурные дискуссии проходят в интернете димаш в москве или в китае и чем он там вообще занимается куда пропал в общем сам димаш своим instagram ответил на все вопросы снял переживания всех дирс он опубликовал фрагмент видео и студия и по кадрам можно увидеть что димаш в китае работает над чем-то очень заводным но а самое главное у него прекрасное настроение и как может быть настроение плохим если сегодня 1 февраля начинается празднование нового года по восточному календарю и сегодня в прямом эфире в 19.35 и 21.35 по времени пекина можно будет посмотреть концерт сотни цветов приветствует весну димаш заявлен как один из участников и конечно мне очень интересно какую песню он будет петь но интересно будет смотреть весь концерт так как думаю вы заметили на какой уровень сейчас выходит китайский шоу-бизнес очень крутое шоу будет я уверен а димаш наверняка станет главным украшением этого праздника друзья мои прогнозы не всегда сбываются точнее наверное даже можно спокойно послушав мой прогноз на спорт быть уверенным что результат будет противоположный я делаю такой вывод потому что вчера на евро 22 украина переиграла казахстан и несмотря на то что я болею за казахстан не только футболе я в принципе болею за казахов мне они очень нравятся да и не чужой народ украина отвала не много украинцев вот думаю они порадуются так вот несмотря на то что я болею за казахстан поздравляю украину с победой ну к сожалению спорте такое бывает когда счет был 0 3 я подумал нет ну как же так казахский дух не сломит же наши просто так не сдаются ну и действительно навязали борьбу очень мощно играли был момент когда показалось что можно вернуться в игру но украинцы очень хладнокровно играли и не упустили преимущество они не только сами не ошибались но и уверенно реализовывали свои моменты даже пару раз простили сборная украины классно играет молодцы очень внимательно видно что сильно хотели победить ну и плюс удача вчера была на стороне украинцев на стадии плей-офф все соперники очень серьезные тут не бывает слабых команд действительно почти за все ошибки нас наказали и футболе так всегда за ошибки на таком уровне сразу наказывает но с другой стороны не ошибается только тот кто ничего не делает так что очень конечно обидно но ничего надо двигаться дальше думаю что это неудача только сделает сильнее сборную казахстана еще немного о спорте нуралей алип который сейчас находится на просмотре в зените он возможно сыграет против вагнер лава оба футболисты совсем недавно выступали за алматинский кайрат и уже 3 февраля в рамках международного турнира сойдутся санкт-петербургский зенит и датский митюланд начало игры в 21 по московскому времени нуралей алип находится на просмотре а вагнер лав в середине января перешел в стан чемпиона в дании с высокой вероятностью и алип и вагнер лав получит игровое время в предстоящем поединке и конечно вагнер лав футбольный агашка для нуралы но я думаю что 22 летний защитник не будет делать поблажек все-таки ему надо себя проявлять но конечно такие матчи интересно посмотреть зениту нужен классный защитник и нуралы именно в таких матчах может доказать что нужен именно он но вагнер лав совсем недавно перешел датский клуб плюс он выступал за московские цска и питерский зенит для него очень хороший раздражитель так что и ему тоже наверняка захочется проявить себя в общем борьба будет не на шутку кстати недавно выяснилось кто стал покровителем нуралы в санкт-петербурге комментатор константин генич прямом эфире матча зенита против словацкой жилина предположил что андрей аршавин бывший зенитовец и кайратовец стал инициатором такого транспира в любом случае желаем нурале удачи и надеюсь он будет выступать за мой родной питерский зенит друзья на этом у меня пока что все заходите на наш канал эхо питера и надеюсь что скоро с вами увидимся всем пока